Всем привет! Сегодня приготовим морковное муссовое пирожное. Для бисквита обжариваем орехи на сухой сковороде и затем измельчаем. Следом измельчаем морковь, можно также натереть ее на мелкой терке. Яйцо с сахаром взбиваем пару минут в легкую пену. Сюда же добавляем растительное масло без запаха, морковь и половину цедры апельсина. Легко перемешиваем, затем просеиваем сухие ингредиенты. Муку, разрыхлитель и специи. У меня корица и сушеный имбирь. Смешиваем все ингредиенты, не забываем добавить орехи и затем перекладываем тесто в форму. Я использую кольцо диаметром 16 сантиметров, также можно просто вылить тесто на противень, застеленный пергаментом. Бисквит выпекаем при температуре 160 градусов, ориентировочно 10 минут. Из остывшего бисквита вырезаем кусочки необходимой формы. Бисквит можно вырезать вырубкой для печенья или ножом. Для начинки замачиваем желатин холодной водой, а пектин смешиваем с сахаром. Апельсиновый сок с апельсиновой цедрой ставим на медленный огонь и всыпаем дождиком с сахар с пектином, при этом постоянно помешиваем. Апельсиновый сок доводим до кипения и затем кипятим еще одну минуту. Даем соку остыть примерно до 50 градусов, затем добавляем набухший желатин. Также я сюда добавила кусочки апельсина, но в пирожных есть их не очень удобно, поэтому рекомендую не брать апельсиновый сок и отдельно мякоть, а сделать просто апельсиновое пюре. Взять апельсин, очистить его от перегородок и измельчить. Переливаем начинку в силиконовую форму подходящего размера или заливаем в кольцо. Форму ставим в холодильник примерно на 2 часа. Для основного мусса замачиваем желатин в холодной воде. Сосмешиваем желток с сахаром и параллельно доводим молоко до кипения. При постоянном помешивании вливаем горячее молоко. Затем возвращаем обратно на медленный огонь и доводим до кипения. Как только на поверхности начали появляться первые пузыри, сразу же снимаем крем с огня и выливаем сверху на белый шоколад. Добавляем сюда набухший желатин, даем массе немного постоять, чтобы шоколад растопился, а затем пробиваем блендером. Холодные жирные сливки взбиваем до мягких пиков. Когда появился легкий рельеф, выключаем миксер. Небольшую часть сливок смешиваем с шоколадом, а затем выливаем в основную массу. Аккуратно перемешиваем мусс с силиконовой лопаткой. На дно формы выливаем немного мусса и ставим его в морозильную камеру буквально на 2-3 минуты. Достаем замороженную начинку, затем вставляем ее в форму. Сверху заливаем муссом и накрываем бисквитом. Готовые пирожные ставим на ночь в морозильную камеру. Для покрытия смешиваем растопленный белый шоколад, растопленное какао-масло и краситель. У меня жирорастворимый краситель I Love Bake оранжевого цвета. Также для плотности можно добавить немного диоксида титана. Переливаем массу в удобную маленькую баночку для того, чтобы вставить ее в краскопульт. Замороженные пирожные достаем непосредственно перед покрытием. Рабочая температура шоколадного велюра 29 градусов. Перед подачей размораживаем пирожные в холодильнике 2-3 часа. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok